Как обычно, все самое интересное на конец года. Ноябрь был очень крутым на новинки, а если добавить к нему еще и грядущие релизы, то получается, что декабрь грозит и вовсе оставить нас без свободного времени. Здравствуйте, это Shadow Tavern, и сегодня у меня для вас главные премьеры этого декабря. Если я вдруг пропустил важную и крутую новинку, не стесняйтесь и обязательно пишите ее название в комментарии. Располагайтесь поудобнее и приятного просмотра. 1 декабря выходит третий сезон «Затерянных в космосе». Это современное пересмысление классического научно-фантастического сериала 60-х годов. В будущем колонизация космоса стала реальностью. Семья Робинсонов оказалась среди тех, кто был отобран для жизни в новом мире. Но когда колонисты на пути к своему будущему дому внезапно оказываются сбитыми с курса, им придется выживать в опасной и неизвестной инопланетной местности, заключать новые союзы и работать сообща. К тому же Робинсоны оказались на планете не одни, и доверять новым знакомым может быть опасно. В конце второго сезона зрители увидели надвигающуюся угрозу со стороны новых врагов, отчаянные попытки спасти друг друга и совершенно неожиданный результат действий героев. Уверен, затерянные в космосе смогут вновь удивить своих поклонников. И как с предыдущими сезонами, важно не забывать, что сериал — эдакая семейная фантастика. Красивая, необычная, но с не самым серьезным сюжетом. 3 декабря — лагерь мелового периода, четвертый сезон. Группа из шести подростков была награждена посещением нового лагеря на противоположной стороне острова Нублар, знакомого всем фанатам франшизы парк Кюрского периода. И как и в любой другой части, динозавры оказываются на свободе, а туристы оказываются в полной жизненной трудности ситуации. На протяжении трех сезонов им приходилось бороться за выживание и искать пути к спасению. И как показано в трейлере, они все же смогли уплыть с острова, лишь для того, чтобы после атаки Мазазавра оказаться выброшенными на соседний, еще более опасный остров. По канону Джерасик Парк, острова Нублар и Сорна из кинофильмов являются частью архипелага «Пять смертей». И только на этих двух островах были клонированы динозавры. А этот остров, чем бы он ни был, представляет собой нечто новое и таит в себе новые опасности. 3 декабря — Бумажный дом. Испанский триллер Алекса Пины рассказывает о группе грабителей, которые пытаются обокрасть королевский монетный двор. Вторая часть заключительного, пятого сезона, про самое хитроумное ТВ-ограбление выйдет уже скоро. Первая половина была наполнена неожиданными поворотами и опасными моментами, а вторая, по заверениям шоураннеров, будет очень мрачной. Судя по трейлеру, совсем скоро воцарится хаос и неизвестно, выберутся ли из него живыми герои сериала. Признавайтесь в комментах, кто поклонник сериала, ждете ли финал и какие от него ожидания, ведь к этому моменту ТВ-шоу подходило уже очень давно. 5 декабря на HBO Max выходит продолжение сериала «Пришельцы из прошлого». Это научно-фантастическое криминальное ТВ-шоу, повествующее о жизни Ларса Халланда, полицейского живущего в Осло. Однажды происходят странные явления. Люди из каменного века, эпохи викингов и конца 19 века появляются в Осло из ниоткуда, буквально переместившись из прошлого. Необъяснимое явление навсегда меняет повседневную жизнь каждого. Люди понемногу учатся новой реальности и приспосабливаются друг к другу. И, конечно же, они борются за интеграцию. Ларс отвечает за расследование убийства женщины, предположительно из каменного века. Его напарницей в расследовании становится женщина из эпохи викингов. По мере того, как они продвигаются по расследованию, раскрывается все больше секретов и про окружающих, и про их собственное прошлое. Первый сезон получил положительные отзывы и зрителей, и критиков. А поскольку его финал оставил без ответа множество вопросов, то неудивительно, что сериал был продлен и вот-вот выйдет с продолжением. Добро пожаловать на Землю В рамках празднования Дня Дисней компания представила новый трейлер оригинального сериала, созданного в сотрудничестве с National Geographic. Ведущим телешоу выступит Уилл Смит. Он объединяется с группой экспертов, чтобы вместе исследовать самые необычные места явления нашей планеты. Съемочная группа поднимется на айсберг, встретится с дикими животными, спустится в глубины океана и удивит нас многими, многими другими вещами. Сериал создается номинантом на премию «Оскар» Даррена Марановски и будет состоять из шести эпизодов. Премьера телешоу состоится 8 декабря на Disney Plus. Тайны леса В центре сюжета окажется дуэт полицейских, которым предстоит раскрыть очень странное убийство туриста на пешей тропе в гималайских лесах. По мере того, как эти двое изо всех сил пытаются вычислить серийную убийцу, они раскрывают множество старых тайн и даже находят в преступлении нечто мистическое. Трейлер немного сбивает с толку, поскольку происходящее постоянно переключается с тайны убийства на страх перед неизвестным злом, которого боятся местные жители. Но в целом сериал обещает оказаться вполне интересной криминальной историей. 10 декабря на Amazon Prime выходит шестой сезон «Пространство». «Пространство» основано на серии одноименных романов Джеймса С. Акори, это общий псевдоним Дэниела Абрахама и Тая Фрэнка. По сюжету, через сотни лет, когда человечество колонизировало Солнечную систему, наступает серьезная угроза войны между правительствами Земли, Марса и пояс астероидов. С момента премьеры в 2015 году «Пространство» получило признание критиков за визуальные эффекты, непростой сюжет и проработанных персонажей. Сериал также получил три номинации на премию «Сатурн» как лучший научно-фантастический телесериал и премию «Телевизион Спотлайт». Шестой сезон «Пространство» обещает быть самым насыщенным и захватывающим. Сюжетная линия разных сезонов подходит к концу, а финал будет полон неожиданных поворотов и политических интриг. «Станция-11» Захватывающий постапокалиптический роман Эмили Сент-Джон Мандал заслужил множество положительных отзывов еще в 2014 году, в момент своего дебюта. Но семь лет спустя ее изображение мира, опустошенного разрушительной пандемией и роли культуры в жизни остатков человечества выглядит уже тревожно. Подобно фильму «Заражение», «Станция-11» рассказывает о болезни гораздо более смертоносной, чем можно даже представить. Но, тем не менее, нельзя не заметить множество параллелей с тем, что происходит в реальном мире последние годы. Телешоу будет состоять из десяти эпизодов. Как и оригинальный роман, «Станция-11» будет часто переключаться по ходу сюжета во времени и между персонажами, показывая постепенный крах общества в прошлом и жизнь горстки выживших в настоящем. 17 декабря. Netflix. Ведьмак. Прошло почти два года с путешествия зрителей на континент, и можно с уверенностью сказать, что второй сезон «Ведьмака» входит в число самых ожидаемых сериалов года. Восемь новых эпизодов продолжат историю Геральта из Риви. Убежденный, что Енифер погибла в битве при Садене, он увозит принцессу Цириллу в самое безопасное место, которое знает – в дом своего детства Каэр Морхен. И в то время как короли, эльфы, люди и все остальные населяющие континент существа стремятся к господству за стенами крепости, Геральт должен защитить девушку от нечто гораздо более опасного – таинственной силы, которой она обладает. На самом деле, сейчас сложно представить, каким получится продолжение. Шоураннер постоянно повторяет, что на этот раз все будет по книгам, а мы с вами видим новый трейлер и не знаем, чего ожидать. Жду ваших комментов под видео с мнением о том, каким получится второй сезон. 29 декабря. Книга Бобы Фета. Сериальная вселенная Звездных Войн и Мандалорца в частности, наконец порадует зрителей новой премьерой. События книги Бобы Фета происходят в то же время, что и в Мандалорце. В спин-оффе рассказывается о путешествии знаменитого Охотника за головами вместе с его напарницей Феник Шен. Да, среди множества сюрпризов второго сезона Мандо, пожалуй, самым приятным и удивительным было известие о том, что Боба Фетт, культовый персонаж франшизы, на самом деле не гниет на дне ямы Сарлак. Сюжет грядущего телешоу все еще окутан завесой тайны, но из тизеров мы точно знаем, что Охотник за головами захватил трон Джаббы Хаттона Татуини. А что случится дальше, увидим уже 29 декабря. На этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Естественно, сериальных новинок в месяце будет намного больше десяти, а некоторые каналы и вовсе делают анонсы прямо перед премьерой Netflix. Не стесняйтесь писать в комментах о тех сериалах, которые ждете сами. Если выпуск вам понравился, поддержите канал, понажимайте кнопки, поделитесь ссылкой с друзьями и оставьте какой-нибудь комментарий. А еще залетайте к нам в телеграм-канал и группу ВК, ссылки в описании. И до встречи в новом видео. Пока!